Всем привет! Мы находимся на Moscow Raceway на шестом этапе RDS GP. Конфигурацию в обратную сторону, которая нам, можно сказать, больше нравится, потому что она больше техничная. Сегодня у нас начинаются тренировки. Постараемся понять все сложные моменты трассы, чтобы в гонке показать максимальный результат. Готч, засиделся ты за ним как будто в этой последней перекладке. И в остальном хороший заезд был. Ну да, я там сильно близко. Надо в этой зоне торможения не забывать, что надо сейвиться, не напрыгивать. Тимок, я понимаю, в Красноярске каналы так резать, но мне кажется, на МРВ немножко все по-другому. Вектор на входе в ЭТГ, задай шире, чем он едет. Понял? И в газ встанье в то же время, либо раньше, чем он. Тогда тебя не затянет вовнутрь, тебе не придется потом отлавливаться. Сейчас сложится одна большая дуга. А как его задать? Если он там висит на рученьке, я тоже вишу на рученьке, соответственно. Соответственно, у меня вектор изначально вовнутрь. Ну, короче, я ничего не понимаю. Я проезжаю на этот авто 32, сливаясь, не похуй. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вон тебе пока лицо, нет? Да он остановился, распрямился. Что у меня там с мордой? Ну, выглядит, что бампер на месте. Посмотри, там руль прям стоит. Все, норм, не норм. Все, добро, Марио. Я не понял. Он на перекладке просто раньше начал еще в перекладке тормозить, да? Если у нас-то отрубилось, у него распрямился. А, ну, я увидел, что он вот так сделал, понял? Он должен был дальше протащить, а он такой бах, все. Он распрямился, все, встал. А я за ним прыгать начал. А, за ним, кстати, там, в принципе, лучше не прыгать. Да? Наверное, да. 87. Ладно, кадр зато эпичный сделал. 92.5 Точность, твое оружие. Буст, контроль, все. Это сколько там? 94.5 Ну что ж, у нас только что завершилась квалификация. Сегодня, в субботу, на самом деле, очень сильно изменились погодные условия. И все, к чему мы готовились, в пятницу, в четверг на тренировках, немножко пошло у нас марку, на самом деле, потому что зацеп совершенно другой, совершенно другой стиль пилотирования. Готовимся к ТОП-32. ТОП-32 у нас первая пара из наших – это Тимоха Добровольский. Едет с Никитой Шиковым. На самом деле, интересный будет заезд по такому покрытию, что Супра и наша Сильвия абсолютно по-разному шире. Никитой Шиков по левой дорожке начинает разгон к зоне постановки. Вот эта поперечная линия здесь положена. Оставлять место между своим передним бампером и задним бампером лидера Тимофей. Куда-то там поехал глубоко-глубоко в новую зону. Можно так делать преследователю. В этом смысле не нарушение. И Никитой Шиков одним колесом уж точно был за пределами трассы. И это уже как раз нарушение у Тимофея. Намного лучше получилось. Вот эта самая ОЗ-2 перекладка. ОЗ-3. Никитой Шиков остается в границах трассы. Проваливается в очень глубокий угол и докручивает Супру. Похоже, все. Все? Окей. Он сам все сделал. В общем, Дамира Супра по-прежнему перекладывается через середину. Немного неудобно на перекладке. Как вайсобные сливы, скажем так, да, делает. Она такая, воп. Видос сейчас Влада соберет. В любом случае посмотрим. По темпу я бы не сказал, что даже по-сухому они сильно... Ну, как-то, ну, где-то даже рядом с нами, по-моему, ниже. Ну, по ощущениям. Вот. По тому, как шевелятся и так далее. По-мокрому у них на обеих Супрах есть проблемы. То есть все зависит от того, как сейчас покрытие поменяется на ТОП-32. Но сейчас Влада подсобирает видосы по-любому. Субач, программа будет. Окей. Окей. Поехали. Георгий Чевчан лидирует в первой стадии. В первом заезде этого хита на Бердиатулет. Ход на Кровнише. Подождал, пока там Гоча разберется с Фуридаши. Тоже поставился, зацепил Апоча. Но, несмотря на это, продолжает движение. Они отрабатывают ОЗ. Два Дамира Диатулет предельно близко за Гочи, который не торопится набирать какую-нибудь скорость. Синхроннейшая перекладка. Браво, Дамира Диатулет. И Гоча будет чуть-чуть смещаться внутрь. Хотя, опять же, судьба внутреннего удача. Гоу остается у нас с той же загадочной скоростью. Судьба кота Шрёдингера. Дамира Диатулет начинает карабкаться, куда вслед за лидером. По оцениваемому участку через ОЗ-4. Вот она та самая перекладка, которая стоила Дамиру. Возможно, победа в квалификации. Но теперь здесь все очень здорово. Пользуется ноу-гоу-зоной Дамира Диатулет. Естественно, своим правом преследователя. И отличный проезд. Один Touching Go не взял. Внутренний. Но нам по первому ракурсу не видно было. Короче, Дамирка молодец. Он везде был наруж за тобой. Сейчас пацаны тебе покажут видео. Но в целом думай о том, как везде к нему. А подъезжай сразу же. Гоча на подъем. Можно быть чуть-чуть внутри. Тогда ты быстрее едешь. Чуть-чуть внутри, не по крайней. Где? На подъеме. А, на подъеме. Гляньте, муж! Наивучая! Что творит Георгий Чепчан? Огромный угол. Езва ко мне развернулся. Калатка Яма, Форвард Арта. Дамир, естественно, уехал от преследователя. Не нарушая при этом потребование судейского задания. Он за два позади. Георгию Чепчану надо догонять. Прибирать угол, траекторию, что угодно делать. Лишь бы зацепиться хотя бы за ОМТ. Дамир, похоже, собрал еще и внутренний. Тачангом чего не смог Гоча сделать в предыдущем проезде. Извиняюсь, братва. Извиняюсь. Что случилось? Опять на постановке глюканул. Ну, я ошибку допустил сразу же на входе, получается. Уже второй раз подряд. Сейчас мы готовимся к стадии ТОП-16. И, как видите, погода кардинально изменилась по сравнению с субботой. Опять вышло солнце, просушило трассу. Есть зацеп, можно спускать шины и ехать быстрее. Наконец-таки. Это не может не радовать. Рома в ТОП-16 едет с Владом Поповым. Это молодой пилот, который в этом году дебютировал РДС с GP. При этом это не говорит о том, что пилот этот как-то неуверенно себя чувствует на трассе или в заезде. Владик очень-очень быстро прогрессирует. Показывает отличные проезды и лидерам, и преследующим. Поэтому заезд обещает быть напряженным и интересным. Что задумал? Да ничего, никто не говорит. Потому что никто, наверное, даже не думает о том, что я могу проебаться. Понял? То есть ты можешь проебаться. Он такой же точно соперник, как и все остальные. Он молодой, но он ебанит. Да не, я не про него вообще в целом. Ну про что? Ну что, сам типа, понял? Заезды чуть разные. А, каждый заезд разный? У меня. Да, ну, да, согласен. Но все они охуенно. Вот что, суть. Ты как будто на этой трассе выглядишь сейчас лучше, чем любой. Ну типа на этой же трассе. Ладно. Это не типа не лезь, это так и есть. Надо отвлечь мысль в другую сторону ее ввести. Ну да, как будто бы, я понимаю, что... Ты боишься, что по концентрации по... Да, я вот, короче, не могу понять, какая кондиция мне нужна. Концентрация четко, холодный расчет нужен просто. А ты смотришь сейчас в плоскости, из-за этого загоняешься, потому что вот у тебя одна, другая, третья мысль. А ты посмотри просто, вот, заезд. Визуализирую его. Встал. Вот. Я вот что понял, если не стоял на параде, что-то вот это мы думал. Я наеду тогда, когда нету дыма спереди. Ну типа я четко знаю, когда и как мне морду куда подсуну. А он вот так встает там, и пи*** там открывается просто дым в лютой. И мне четко поймать момент, куда мне нос направить очень сложно. Ну, просто я понимаю, что когда... Я вижу машину, пи***, сгру, обчаю, ахуенно. Я тогда и заезд воспринимаю, как будто бы я еду на 300-сильной машине и просто рулю. А тут такой, пи***, и не в ускорении дело, а в том, что впереди пелена, и тебе нужно туда, бах, туда просто. А потом... Работать, пи***, какой-то. Работа ведется, но заезд первым. И поэтому мне кажется, что если я останусь вот тут чуть-чуть, а не, как сказать, не вот так, где... Мне надо будет видеть, где машина. Да, да, да. Первая перекладка. Чтобы быстрее дым пройти, дымит. Первая перекладка. Конечно, будет. Все. Фу, ты мне так п***. Ха-ха-ха. Мотива Дарта Хаяма, Форвард Тафта. Владислав Попов. Последний, удивительно, представитель команды Фейл Крю Дарксай. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok У него посреди заезда тяга пропала, судя по всему. Он там или распрямился, или с минимальным углом проехал в какую-то часть. Ну, короче, у нас преимущество есть солидное. Ты сделал все по красоте, кроме последнего авиазетки, там одним колесиком съездил за пределы трассы. Ну, сейчас Никитка тебе покажет. Отлично. Чуть-чуть съездил за зону в пятой, но это ***. В остальном все круто. Все молодец. Он был пол корпуса. Корпус уже в подъеме был. Коррекции чуть были. Ну, это вообще все фигня. Все отлично сделал. Одним колесиком там съездил и все. Все, давай. О, 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 о. Колеса было, у Шатнотов точно уверенно заехал за милую линию, не дотягивается до Тачингоу, два, Влад Попов отрабатывает ОЗ-3, смещается к внутреннему Тачингоу, Роман Тиматар теряется на ММУ, вылетает за пределы трассы. Что происходит? Ёлка, вылетает за пределы трассы. Что происходит? Что происходит? Ромка, что по твоим ощущениям, как там произошло это? Вот зацеп пропал, уехал наружу, не оттолкался, я не знаю. Просто стерлась. Она там, в том моменте, она точно была. Смотри, я тебе объясню, что произошло. Короче, ты на него прыгнул, смотри, как сзади него оказался. И ты поехал на срезку через ранний Апекс. И все, я на улицу. Вот. Такой ебаный этап, походу. И такой ебаный этап, походу. Сложилось так, что Рома проиграл сейчас в заезде с Поповым. Вот. Просто отстал, заложил чуть неправильный вектор, чуть не туда. Плюс шина как-то очень уж сильно стерлась. Вот. В общем, одно на другое дало вот такой результат, к сожалению. Ну, дальше болеем за Тимоху. Тимоха, ну что, давай проговорим, как поедешь с Козловым. Ну, я поставлюсь, а дальше посмотрим. Ну, то есть, в зависимости от того, что он ВЗ-2 делать будет, ну, и как бы дальше уже будет понятно, что там как. Потому что он может ВЗ-2 как, типа, переложиться сразу, замедлиться и поехать чуть уже. И тогда там у него ВЗ-3 перекладка будет, ну, такая себе. Либо он, типа, поедет широко, но с поздними, типа, торможениями. Посмотрим, как получится. Так, ну, ты помнишь, что он после постановки, так, в не сильно большой угол проваливается и едет достаточно быстро. Получается, если ты за ним большой угол встанешь, можешь подзакопаться и как бы не догнать. Поэтому там как будто бы наполовину с карасиком надо за ним нырнуть. На постановке главную эту штуку сделать, чтобы рядом остаться. Да, хорошо. А вот эта история, про что вчера говорили, что дым, стоящее колесо, оно психологически отталкивает близко подъезжать. Хочется в этот момент отпустить, но надо на это закрыть глаза, как бы, и все равно пилить. Хорошо. Вообще, я думаю, что если ты будешь ехать близко и понимаешь, что сейчас чего-то, как бы, можешь столкнуться, лучше бей. Ну, да. Ну, типа, мы это проходили уже не раз. И если будет контакт, они будут смотреть изменения скорости. Хорошо. Знаешь, что, наверное, настрой себя на заезд, короче, такой, о котором будет неосознанной. Ну, вот, на мышечную историю всей, о неосознанности. Забрала, закрой просто. Ну, прям, настрой себя вот на вот это вот. Типа, знаешь, как вот, а ну иди сюда, я сейчас вот, ну, вот так вот. Все. Ну, а без вариантов, по-другому не получится. Сейчас мы идем в зону обслуживания. Заезд Тимофей, Антон Козлов. Антон сейчас в турнирной таблице в самом верху, поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы Тимофей показал все, что может, и выиграл заезд. А чего бы ты хотел сейчас больше всего? Выиграть, честно говоря, хотел бы больше всего. Ну, давай, если Козлова выиграешь, я тебе мороженое куплю. То есть все дверные карты кирларовые. Договорились. Договорились. Мужчина, мороженое почти твое. Мужчина, смотри, ты все сделал четко, кроме одной ошибки, но он ошибки, а он ОЗ-2 мимо проехал. Ты слышишь, что я тебе говорю? ОЗ-2 он проехал мимо. Тимош, у нас шина разрушена. Хочу взять competition timeout, поменять шину на новую. Давай, давай. Молодец! Умница, тебе нужно проехать хорошо вторую зону, ну и все дальше сложить. Классно было, шпику подойти правильно, не забывай никакой моментик. Все четко, проверни в голове проезд первым, в квалификацию. Вообще, тигр, ни х** ты его отработал там. Все, мы готовы, поехали. Давай методично погрей колеса сейчас, хорошо. Степ, это не запланированная история была. Ты видел колеса, да? Ну, этот, они слой у него, да? Ну, там, х**. То есть, они бы разлетелось сразу же сейчас. А что, развалилось или нет? Ну, посмотрите. А, х**. Ну, куда ехать? Да, да, да. Вторым еще, да? Лотерея, конечно. Сейчас вот мы компетишн потратили, предположим, дальше проходим. Что дальше-то делать? А, я хочу ответить, что у Тимофея Добровольского продолжаются приключения с колесами. Давайте вспомним о ДМ Рейсовой. Да, тоже самое. Кстати, возможно, масса автомобилей играет здесь не последнюю роль. Тимофей Добровольский тем временем ставится. Надеюсь, что все с покрышками нормально. Антон Козлов плотно преследует. Тимофей Добровольский смещается внутрь здесь, вдоль белой линии. Тимофей Добровольский, не нарушая границ трассы. В отличие от своего соперника, движется перекладка. Нажимает все-таки на газ. Хотя и дым появляется с некоторым запозданием. Вполне понятно. Впрочем, совершенно точно попадает Тачингоу-3. Насчет Антон Козлова были сомнения. Через УЗ-4 ускоряется. И здесь тоже надо наступать, наступать, наступать. Чудом каким-то удержался там в границах трассы Тимофей Добровольский. Вот эта заряженность была, конечно, на проезд лидером. Тимофей Добровольский, красавчик, хороший заезд Тимофей. Заезд на 95, Тимофей. Даже, наверное, больше. Я бы там вылетел за два. Ты нет, он да. Тимофей Добровольский, идеально все сделал ты. Вообще идеально. Чуть-чуть пошире можно было на основной дуге, но в целом пойдет все. Я поехал замороженить, Маш. Красавчик. Сетка топ-8, конечно, волшебная какая-то. У нас слева сетка самая сильная, я считаю. Это лучший представитель RDSGP. Элита. Элита, да, это элита. Ну что, надо тебе в финал скоплосю. Посмотрим. Какие варианты тут уже остались? Тимох, вот у тебя хорошо получилось на неосознанности ехать? Без скованности движений, просто, ну, ты знаешь, что нужно делать? Неосознанно просто. Упачимон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо было, это я отработал, это прям хорошо Подошел споттер Субтитрова и сказал, что есть вопросы с гидрачом, будьте аккуратнее на постановке Я все понял Итак, Владислав Шубодеров и Тимофей Добровольский подъезжают в зоне постановки Видно, что достаточно мучительно дается этот процесс Владиславу Шубодеру Тем не менее, он затянул вручник, перекладывается и тут же автоматизм спрыкивает Отправляется за пределы транса Заезд номер один этого хита на этом закончен Ну что, финалист ты наш? Не, мы капитальные, брат Ну что, ребят, у нас Тимофей прошел финалы Поедет он с Владиславом Поповым У Тимофея сегодня получается показывать очень красивые заезды Даже с сильными соперниками Ну, Влада тоже очень хорошие заезды Мы рады, что новички чемпионата показывают такие крутые заезды Вот, смотрим финал, болеем за Тимофея Я думаю, что все у нас получится Че, что за этап, б***ь Финалист Владислав Попов и Тимофей Добровольский Мне кажется, вот после этого заезда 80% рублей трансляцию, б***ь, выключили Ну, пойдемте еще раз поговорим Самый главный момент неудобный у Попова Получается, он едет инсайт клип неудобно настолько, что там его преследовать тяжело Неудобно в том плане, что он выстреливает достаточно сильно Как Лосик на Вайсфабе И надо принять решение, как Тимофей за ним туда прыгает Все будет зависеть от того, как он проедет УЗ-2 Вывалится, надо раньше перекладываться Не вывалится, значит, надо синхронить Ну, и там уже отрабатывать Вайсфаб Ну, если он попадает, у него тоже нюанс в машине в том, что он достаточно быстро через инсайт клип уезжает наружу И как бы надо правильно траекторию выбрать, вовремя нажать на газ Траектории у нас три варианта есть Типа, наружная, как у Ромы сегодня произошла Что-то среднее Еще один вариант И совсем через внутрянку Это третий вариант Какой мы выбираем вариант? Я думаю, середина, ну, дверь Второй вариант Я думаю, в дверь надо Что-то среднее Типа, целимся в дверь Но машина должна иметь вектор Машина должна иметь вектор Вовнутрь в этот момент Чтобы ты мог спокойно открыться Вот Когда совсем мало угла, тоже проблема Ты открываешься, у тебя вектор туда смещается Тебе надо, получается, отталкиваться Ты чуть-чуть еще вовнутрь То, Рому, что произошло? Он открылся вот в таком угле И вот так сделал Да, я понимаю Поэтому, если ты через чур вовнутряк будешь прыгать Может, получится так, что ты будешь в таком положении И это будет прям очень много Это тоже плохо То есть, получается, через совсем через внутряк тоже может быть плохо Ты ешь первым, да? Так что, ну, тут немножко упрощается Ну, еще посмотрим, как он за мной проедет Даже 0,8 Даже если он за мной херово проедет Все равно, блядь, от него не вариант быть ехать Замозжат, так сказать, фанаты Мы пришли к такому мнению, что сейчас второй эшелон вверху Только потому, что эта трасса требовательна к пилоту Кто едет первым Я второй эшелон, ага Короче, ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, да Все перемешалось наоборот Потому что первым они едут, косячат Но косячат незначительно А второй это не может отработать Потому что хода большие Ну, вот эта вся история, да? Требовательна И просто там сами от себя размноживаются Вот и все Да, все сложно И настоящая борьба Опять у нас Да, сегодня подходит опять батл Аркаши против Гочи в финале Постановка и Влад Попов пытается нырнуть там в базу Сильвес 15 Тимопед Абровольский добирается до первого Тачинго Отрабатывает по громке трассы ОЗ-2 Чуть там, по-моему, сбросил тэп Пилот ТКМ Парвардафта Здесь вовремя нажал на газ после ОЗ-3 И устремляется к разгону вдоль границы трассы Блистательно отрабатывает Тачинго-3 И очень здорово ускоряется через ОЗ-4 ОЗ-5 объезжает на угол зону, которой пользуется Владислав Попов И финиширует Короче, молодец, чуть Г-образно в конце зашел Но по траектории к тебе вопросов нету В принципе, вообще Он подотвалился Сильно не агрессируй, но и тоже не отпускай сильно далеко Помни про перекладку в ОЗ-3 Все, то есть тебе не надо супер каких-то сейчас вау-эффектов показывать Просто близко и хорошо из него Выключи передачу Зеленый сигнал светофора И они поехали Владислав Попов в роли лидера Рановато тут начинает контр-вмещение Тимофей Добровольский, похоже, был в курсе Ничего страшного не произошло Здесь, вот смотрите, как надо было ОЗ-2 проезжать Тут договорит нам Владислав Попов Через Touch&Go 2, ОЗ-3 Синхронная перекладка И начинается, надеюсь, такой же синхронный разгон Через Touch&Go 3 Тимофей Добровольский Здесь реализует преимущество своего автомобиля Как раз в этой самой дисциплине Подождует принцессу И поисходит контакт Тимофей Добровольский И два не вылетает за пределы трассы Нормально Я думал, сейчас будет разворот какой-нибудь Перекладка последняя, да? Вообще, это на такую удачу Так люто Напирать Помнишь фильм «Гоча Япония-2013»? Помню А вот твоя последняя перекладка сейчас выглядела точно так же Че? А непонятно, как будто бы еще раз надо ехать Посмотрим сейчас Контакты и вылет двумя колесами Сейчас Александр Нечаев Нормально дают там, да? Пацаны Хорошо едут Тоже этим занимаются Он дает Тимофей Старгенец какая-то появилась Сейчас на этом этапе не поращит вообще И там распределять скорости Ну, кстати говоря, уж если сравнивать с таким с проездом Тихо-тихо, не суети, угономись чуть-чуть Че, мной там вообще не пахнет Там либо МТ, либо Бонзо, да? Как будто бы, возможно, да Возможно, я не разбираюсь в дрифте Поэтому просто жги Бл***ь, целый день сегодня жду Только занимайся тем, что жду Вот и жди Жду, когда он переложится Жду, когда я не скажу что-то Че, нормально? Он опять так уже херню хотел исполнить, ты видел? Ну, он неосознанно это делает Ну, я понимаю, что он неосознанно это делает Ну, значит, я... значит... МТ Ну, так просто это не должно было быть стало Тимок, че там шина, походу, да? Че-то какая-то не такая получилась Ну, наверное, холодно Я... морда сваливает Наверное, холодно Я не учел, надо было спуститься Понятно Ну, и ладно Ничего страшного Да и вообще сейчас, на самом деле Хрен его знает, что у него получится Поэтому ты сейчас его просто Попытайся сожрать вообще везде Просто дай красивый заезд Морды все равно уже нету Просто по красоте сделай В любом случае ты герой этого этапа Зеленый сигнал светофора и начинает движение автомобилей Владислав Попов впереди Тимофей Добровольский его преследует Позади первая внешняя клипинг-зона Перекладка Тач-энд-го Первый И вторая внешняя Самая ценная Напоминаю я вам Близко к кромке трассы Ехал Владислав Попов Тимофей проваливается на зеленую Сохраняет контроль над автомобилем И начинается тот самый разгон На 10 метров вверх И на несколько сотен метров вперед И очень был странный вход в ОЗ-4 У Владислава Попова Резкая перекладка Тимофей Добровольского Остается в границах трассы Даже несмотря на такой Отчаянный маневр Это молодец Это прям на горах Финиш был Мое почтение Ты его угол угадал Еще от того, как он начал перекладываться Не расстраивайся Все было круто в Ротан Красиво было Этот результат уже достоин Перекладка Ты че делаешь? Ну круто Накатался? Да Вообще, в принципе, пофигу, кто бы из вас выиграл Это в любом случае сенсация В любом случае красиво И лучше сложно было придумать Особенно после вчерашнего дня Поэтому ты молодец Спасибо вам, друзья, за поддержку Спасибо вам, что советовали Мы любим дрифт за то, что он максимально непредсказуем И тут совсем не важно Сколько у тебя опыта Сколько у тебя лошадиных сил под капотом В какой кондиции у тебя резина Или что-либо еще Тут реально решает воля случая Доля везения И чуточка мастерства И вот уже который год подряд Так получается, что На финальную гонку Которая будет в Сочи Уже совсем скоро Есть четыре претендента на чемпионство И, в принципе, все решится Не то, чтобы в Сочи А решится прямо в финальных, скорее всего, заездах Я, по крайней мере, очень надеюсь на то Что интрига будет тянуться до самого финала И сейчас есть четыре претендента На первое место в личном зачете Это Антон Козлов Это Чарл Сенг Это Евгений Лосев И, конечно же, Георгий Чевчан И, понимаете, сейчас разница между первым и четвертым местом Всего лишь 16 баллов Но самое крутое То, что в сегодняшнем финале Приняли участие два молодых пилота Это Владислав Попов и Тимофей Добровольский И, конечно же, мы со стороны команды Благодарны Тимофею за тот результат Который он нам сегодня принес И дал нам возможность все-таки постоять на подиуме Добавил еще очков в копилку командного зачета И сейчас мы лидируем с отрывом в 210 баллов И я думаю, что если не случится чего-то уж совсем сверхъестественного То мы закрепим свое чемпионство в этом году Но, опять же, об этом будет известно уже в Сочи А пока у нас есть немножко времени, чтобы отдохнуть И начать готовиться к финальной гонке Которая состоится в середине октября в Сочи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА